Новое видео выходит каждый день в 20.00. Вы знаете, я всё чаще у разнообразных самп-ютуберов стал замечать рекламу нуба РП. И я сейчас не буду называть названия этих нуб РП, я думаю, что прошаренные пользователи паутины интернет и так знают, какие нубы РП в последнее время, да и не в последнее время, в целом покупают рекламу у GTA самп-ютуберов. А обычно рекламу эту они покупают в виде преролов, потому что это самый такой демократичный вариант преролов, как и обратить внимание на сервер, так и потратить маленькое количество денег, так и не переманивать какого-то большого ютубера к себе на сервер, да и тем более я думаю, что бюджета не хватит переманить какого-либо ютубера, даже достаточно маленького. Так вот, в последнее время я начал замечать такую рекламу достаточно часто, и я сразу же хочу сказать, я не имею ничего против рекламы, любой, будто Казино Вулкан, либо Evolve Ролеплей. Ну, конечно же, тут выбор очевиден, кто же будет рекламировать этих аферистов, и ясное дело, что все будут рекламировать Казино Вулкан, потому что там и заработать можно, да и если сравнивать с тем проектом, которым я назвал ранее, это будет так или иначе намного лучше, там хотя бы меньше наебывают, хоть и наебывают. Но, сейчас мы поговорим не об этом. Так вот, я не вижу ничего плохого в рекламе Нуб РП на маленьких каналах, такой типа как Ангелка Осада там рекламировал Нуб РП и так далее, но я категорически против рекламы Нуб РП на таких вот больших каналах, как допустим Тофик Дипсайз. Мне вот вообще непонятно, как человек, зарабатывающий 50 тысяч, блять, рублей за один ролик, может еще и вставлять прерол ценой в 5 тысяч рублей, блять, Нуб РП, тем более я думаю, что Нуб РП дали больше, но не суть важна. Просто понимаете, когда Ангел Косада еле-еле концы с концами сводит, как мне кажется, чтобы просто вот так вот жить на Ютуб канал там с 12 тысячной аудиторией подписчиков, это ну достаточно проблематично. Он и ролики часто выпускает, и стримит часто, и я считаю, что в его случае вставить какую-нибудь рекламу Нуб РП на правах рекламы, ну это абсолютно нормально, дабы хоть как-то прожить месяц, оставшийся там или только начавшийся, ну неважно. Но мне непонятно, то есть, когда у тебя один, блять, рекламный ролик стоит как две зарплаты, блять, работника завода в какой-нибудь провинции, то просто я не понимаю, какой смысл вставлять рекламный прерол? Ну мне в действительность непонятно, возможно у меня в комментариях кто-то объясните, почему вот человек, конкретно Тофик Дипсайз, так делает. Мне непонятно, просто я замечал рекламу Нуб РП вот как раз таки за маленьким каналом Ангел Касада, маленьким естественно по меркам какого-нибудь там, ну Тофика Дипсайза, да, кто же будет спорить, что если сравнивать канал Ангела Касада и Тофика Дипсайза, то естественно Ангел Касада будет маленьким каналом. Так вот, вы знаете, то есть, я ничего противозаконного не вижу в рекламе, то есть, пусть лучше ютубер по GTA Сампу будет рекламировать Нуб РП, маленький ютубер, опять же говорим про маленького ютубера, чем потом вот так вот ныть, опять что-то там обижаться на ютуб. Ютуб, я такие ролики снимаю классные, рекламирую только Аризону Ролеплей, преролов никаких не вставляю, а вы у меня монетизацию забираете. Ну просто, ну действительно, пусть лучше ютубер по GTA Сампу, маленький ютубер, вставляет рекламу вот Нуб РП, чем потом вот так вот жалуется, плюс в рекламе Нуб РП вы должны обвинить себя, зрителей. Вот просто сейчас вот честно мне скажите, ну не скажите, а про себя подумайте. Вот у вас стоит отблок, там, отгуар, там, или еще вот как-то называются эти блоки, блокираторы рекламы и так далее. Вот у вас он стоит на ютубе, то есть, про другие сайты я не говорю сейчас только про ютуб, ну и возможно про твич. Ну так вот, но сейчас мы в частности говорим про ютуб. Так вот, у вас стоит блокировщик рекламы, ну и вот, если у вас стоит блокировщик рекламы, то к вам основная претензия. Вы понимаете, что с просмотров, дай бог, там ты заработаешь с тысячи просмотров 10 центов, это будет хорошо. Бывает такое, что у тебя тысяча просмотров на ролике и там 2-3 коммерческих просмотра. Это очень мало, с учётом ещё того, что российские рекламные просмотры, они самые дешёвые. Просто я не знаю, как так получилось. Вообще, СНГ просмотры и рекламы, они самые дешёвые. Это вам любой ютубер скажет, наверное, дешевле только Африка, наверное, какая-то. Ну тут уж, извините, тут уж ничего не поделаешь. Ну так вот, и то есть, понимаете, вы, люди, которые смотрят контент на ютубе без отблока, вы виноваты в этом. Вас, блять, вас бесят 5-секундная реклама, которую вы можете пропустить. Ешьте теперь рекламу в самом ролике НуБРП. И вы не имеете права обижаться на маленького ютубера. То есть, понимаете, маленькому ютуберу он очень хочет заниматься своим делом. Прям вот очень хочет. Он так долго шёл до своей первой тысячи подписчиков. И вот тут вдруг он дошёл до тысячи подписчиков, подключил к себе партнёрку. А у вас блокиратор рекламы. Вот как вы по ночам в целом спите. То есть, я себе просто не представляю. Человек старается, снимает контент. Да я даже до конца рекламу какую-нибудь посмотрю на ютубе, если она интересная будет. Понимаете? То есть, похуй, сколько она идёт минуту, там две. Видел вот недавно на ютубе то, что вот этот в гугл от сенс встроенную рекламу заказывали трек Тентасион, вот этот бэт. Я не знаю, зачем они это сделали, но я рекламу посмотрел до конца. Это, по-моему, как раз таки на канале Ангела Касада было. Так вот, ну если вас, даже вот допустим, вас не устраивает реклама, которую вы можете скипнуть спустя 5 секунд. Ладно, ладно. На ютубе есть теперь замечательная подписка YouTube Premium, которая у нас в СНГ регионах стоит 200 рублей в месяц. И как лично мне кажется, 200 рублей в месяц, и при этом вы поддерживаете ютуб, и при этом вы поддерживаете автора ролика, которого вы смотрите. Вы понимаете? То есть, это же охуительно. Я не знаю, какие там отчисления идут автору, если просмотры с YouTube Premium, но точно что-то идёт. Иначе авторы бы взбушевались, если бы весь доход от YouTube Premium идёт исключительно YouTube. Не, такого точно быть не может. Ну так вот. И, то есть, понимаете, винить в рекламе, ну, БРП, нужно в первую очередь вас, людей, которые смотрят YouTube с отблоком. Именно вас нужно винить в этом. Не кого-то ещё, а вот именно вас. Именно из-за вас мы сейчас можем наблюдать рекламу НуБРП у каких-нибудь там GTA, самп-ютуберов и не только. Ну так вот. А если у вас всё-таки не стоит никакой блокиратор рекламы, то к вам это абсолютно никак не относится. Вы красавчики, вы молодец. Ну так вот. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Отключайте блокиратор рекламы на YouTube, по крайней мере, на моих роликах, на которых на данный момент нету монетизации, поэтому рекламу вам всё равно никто показывать не будет. А в целом, это неплохая поддержка. То есть, вам ничего не сделать. Вам отключить ебучий блокиратор рекламы, рекламы, а автору вы поможете невероятно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok